Всем привет! Если вы частый зритель моего канала, наверное для вас стало уже понятно, что это опять табуретка на фоне И что опять на этом сраном S4 вспышка отключается непонятно почему, непонятно когда Но все же, несколько дней назад, а точнее даже вчера, купила себе новый телефон Ну как новый, бэушный И по прошлому видео, если оно конечно загрузилось, если вы его посмотрели, думаю вы поняли, что это Google Nexus 5 Итак, давайте посмотрим в каком состоянии, в какой комплектации я его купил Первое, что с ним идет, это адаптер питания Адаптер вот такой На 5 вольт 1 ампер В принципе, пользоваться я им сам не буду Но пусть будет все равно Следующее Это USB шнур Причем от Samsung Ух, я с этими самсунговскими шнурами уже замучился Он целый Ничего не драное Но это уже второй или третий шнур Через который Телефон заряжается медленно То есть ток зарядки маленький У меня от S4 шнур перемотанный Через него заряжается медленно Вот такой вот оригинальный адаптер И заряжается медленно И сам он еле теплый У меня есть один хороший шнур Который с одной стороны вроде тоже уже начинает Разлохмачиваться Но ток зарядки через него Ток зарядки через него нормальный И зарядка греется сильно То есть Телефон заряжается Наверное там полтора-два ампера где-нибудь Не знаю Но вот этот в идеале и Заряжает плохо Не знаю тоже почему Что это за херня с этими шнурами Далее кроме самого телефона У нас еще есть Чехольчик Флип чехол Беленький такой вот В принципе состояние адекватное Единственное вот это вот Ушатывается уже Для них это нормально Все равно я буду бампер заказывать Обычный Потому что у меня этот Я не люблю вот эти флипы вообще И наверное это видео будет Разговорным И те оно будет опять день минут 20 Если память не кончится Так Ну а давайте же посмотрим сам телефон Сейчас я ему Стеклышко протру Если спросите что это за музыка на фоне Это Европа Плюс Так И вот он наш божественный Nexus 5 Прямиком из конца 2013 года А что я собственно говоря Я его купил Если у меня есть С4 Этот С4 Мать его У меня Разряжается сейчас С такой силой Что просто пиздец Я не знаю почему Он Греется И разрядить его можно Часа за 2,5-3 Если через мобильный интернет Если дома через Wi-Fi То за 5 часов Если лениво пользоваться То полдня Блин Сегодня я вытащил из него симку И он держится уже Целых часов Наверное так 14 Как ни странно Почему ХЗ Может модем перепрошить Но все Перейдем к Nexus Еще я его купил Потому что Вполне дешевый вариант И вообще Я хотел себе купить телефон Другой Не С4 Но денег у меня Не хватало Вроде На Авито Всякие Всякие там телеки Пытаюсь сейчас скинуть Но что-то Никто их брать-то и не хочет В итоге Было у меня 6 тысяч А вот этот Nexus Продавала одна девушка У нас В группе Рязань купи продай Такая небольшая реклама группы Продавала за 6500 А Почему Так дешево Да потому что Вот сами посмотрите Еле-еле заметные Но все-таки Есть Трещинки Вот Трещина Вот здесь Трещина Вот сколы Такие Вот 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 А вот Скол Сейчас я сфокусировать Попробую Не фокусируется В общем Вот еще скол Вот 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 здесь вот Скопление трещин Вот Одна Такая вот идет Ну в принципе Он Черный Это не так Бросается в глаза А сначала Я вообще не заметил Что трещины были В таком количестве Но то что 2 трещины было Я видел Ну да в принципе ничего страшного Но учитывая то Что Толкают Эти Nexus 5 Сука По 10 тысяч Еще кто-то за 6 толкает У него разбита матрица Так что Как мне кажется Покупка Хорошая Учитывая то Что Задняя крышка Бока Это все Просто В идеале На крышке здесь Были наклейки Вот тут с имейем Какие то еще такие Как будто это были Наклейки Как будто с коробки Не знаю зачем Но были Я их все убрал И посмотрите на Эту восхитительную крышку Конечно Некоторые Не буду озвучивать Их имена Говорят что я купил хуйню Что корпус разваливается И так далее Но у меня ничего не разваливается У меня тут Тут вообще не царапины Даже нету Единственное Маленькие Маленькие царапки Были на логотипе LG Я видел И все Этот софттач Вообще В идеале И дырочки чистые Разъем не убитый Тоже чистый Точнее не то что не убитый Разъем в идеале тоже Попробую Попробую сфокусироваться Во А еще я купил его потому что В нем должен быть LTE Потому что это Nexus 5 Моделька D821 Но меня ждало разочарование Ибо я живу в Мухосранске Ой то есть в Рязани У меня Мегафон С мегафоном У нас Со связью Все Хуево Провалы в 3G даже есть В некоторых зданиях Не ловится сука Даже 2G нормально Ну LTE я вообще поймать не смог Хотя Покрытие Вроде как есть Если даже Включить принудительное LTE у меня Просто была пустая Антенка В общем Не знаю Менять оператора Или что Или симка Симка кстати у меня Свежая Она не надпись LTE вроде Не на самой симке А на пластиковой Большой основе Надпись LTE была Насчет симки Я ХЗ Но она свежая И она LTE тянуть должна Так Что же еще можно такого сказать Ну что Телефон у меня очень доволен Ничего не лагает За время пользования За время пользования У меня на нем Вообще Ничего не вылетело Ничего не лагало Дисплей яркий Цветопередача хорошая Белый цвет Белый Не желтый Не синий Белый Андроид 6.0.1 Сейчас я вам это даже покажу Хотя в прошлом видео я все показал Вот 6.0.1 Единственное Но не единственное Но еще Помимо LTE Что меня в нем Расстроило Это Звук Динамика Он В принципе-то Да Блин Во Звук Не громкий Во-первых Во-вторых На максимальной громкости И присутствуют Их Их Присутствуют Их С-2 С-2 С-3 С-4 С-2 С-4 И на С-2 С-3 С-3 С-4 Ну С-3 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 Во время прошлого видео сделал, вот так, вот без вспышки. Ну, камера как камера, тоже есть шумы, но снимает нормально, фокусируется хорошо. Самое главное, фокусируется нормально. Кстати, о Нексусах, у меня же еще, уже как, больше двух лет, Нексус 7-13. Он, конечно, сзади поубития, но у него нет ни трещин, ничего такого, скола на рамке. То есть, увы, но я стал Нексусоблядью. Нексус 5, Нексус 7. Правда, я застрял в конце 13-го года, увы. Но они так похожи, кстати, между собой-то. У обоих софт-тач, у обоих вот здесь вот индикатор событий. Да и так дизайн схож, как-то даже. Жаль, зарядки родной к этому Нексусу не сохранилось. Что еще можно сказать по поводу камеры? Вот я сейчас вспомнил. Я попробовал на него записать музыку на камеру. Ну, проверить качество микрофона. Увы, пишут он в моно-режиме, хотя микрофона два. Самсунги, начиная с S2 по, наверное, S7, пишут в стерео-режиме. Но выше S4 у меня ничего не было. И что S2, что S3, что S4 не прописывают низкие. Особенно S2, S3. У S4 вроде бывает, я не знаю, может вы замечали или нет, но бывает. В начале записи прямо есть басы, потом пук, и нету басов. А все остальное есть. На этот же я записал. Тут все прописывается хорошо. Так что, какой-нибудь тип бас-тестов, или как я буду кошмарить соседей, я, наверное, буду на него писать. Даже у вот этого Asus Nexus 7 не очень хорошо прописываются басы. Хотя, вернее, нет. Прописываются они, в принципе, более-менее. Но у него, короче, надо направленно, чтобы все было. Потому что, если где-то сбоку что-то играет, это будет хуёво слышно. Особенно в высоких. Но здесь... Здесь получше. До конца я еще не дотестил. Только, короче, я им пользуюсь где-то сутки. Нет, чуть больше суток. Пока что я очень доволен. Чего вам еще рассказать? Еще что мне в нем не нравится? Да и это даже не в нем. Это вообще касаемо Nexus'ов. То, что есть приложение фото с тдобанной автозагрузкой и нету обычной галереи. Чтобы посмотреть файлы, которые на устройстве, надо вот свайп на устройстве и вот так вот смотреть. Хотя... Сейчас... Хотя... Что хотя-то? В общем, в доступе вот это вот, все, что в автозагрузке, вот это все смотреть очень даже удобно. Тут по датам прямо. В общем, это удобно, а то, что нету обычной галереи, вот это напрягает. Я к ней привык. Здесь то же самое. Кстати, вот что мне еще в нем понравилось, это то, что... Ведь я пользовался... Точнее, почему пользовался? Я пользуюсь Nexus'ом 7. На них на обоих стоит Android 6.0.1, но... Вот у этого приложения камера выглядит вот так. А буквально вчера вечером на пятом Nexus'е, то есть сначала оно было такое же, а вчера вечером оно обновилось. И что касаемо еще удобств камеры, есть такая функция. Два нажатия и заблокированного режима открывают камеру. И посмотрите на приложение камера. Оно как-то напоминает отдаленно камеру в iOS, но тут, по крайней мере, больше настроек. Можно настроить разрешение, потому что на iOS, насколько я помню, разрешение не настраивается. Не знаю, почему, конечно, но... Ой, да скажу честно, у меня был 3GS и iPod Touch 4. На них нихуя там не настраивалось и нихуя не было в камере. Но здесь, как у всех. Вот видео, фото. А еще насчет недостатков. Недостатков. Это... Недостаток, опять же, касается обоих Nexus'ов. Это по 16 ГБ памяти в каждом, без возможности расширения с помощью microSD-карты. В iOS 4 у меня стоит 16 ГБ встроенной памяти и microSD на 32. И вот этого количества памяти... Так, я немного отвлекся тут. На чем я остановился? Вроде то, что у меня в iOS 4 было... Точнее, почему было? Есть 16 ГБ встроенной, 32 microSD. И порой мне удавалось засрать всю эту память. Видео с камеры, музыка, кэш ВКонтакте тоже, музыки. И... Ну, вы поняли. Капец. Мне не хватало такого объема памяти. А тут 16. Да и вот здесь вот постоянно заканчивается память, потому что я ленивая задница и не удаляю записанные видео с камерой. и не перезаливаю их никуда. Поэтому 16 ГБ в памяти это вообще... Фи. Особенно, когда у тебя... То есть у меня... Музыки на 16 ГБ на компе лежит, а ее как-то хочется все куда-нибудь закинуть. А хуй там! Ты даже на 8. Вся не влезет. Так что для музыки он тоже не очень будет. Для музыки он тоже будет не очень, по крайней мере, если у тебя по тысячу песен. Уж если флаг загружать, тем более, 16 ГБ не годится никуда. Это годится только, чтобы поснимать видео, пофоткать, скинуть в комп, отсюда удалить. Фотки можно хранить, но видео нет. Приложение можно наставить дохера на эти 16 ГБ, потому что тут... Не как на Китае и говне. Два... Блин. На два диска разбито. Здесь все на одном. И здесь все на одном. В общем, вроде... То есть, как я сейчас, получается, видео снял, вроде я и рад этому нахсу, и в то же время столько недостатков уже откопал. За два дня. О, даже не знаю, не выбесит ли он меня, как вот этот. Потому что этот меня уже бесит. Сейчас немного отвлекусь от видео. Бесит он меня тем, что у него глючит автоповорот. С этим ничего такого не было. Как он глючит, если... Короче, ну, планшет я этот не выключаю. Выключается он сам, если разрядится. Я привык поставить горизонтальную ориентацию и выключить его. Вот когда он несколько дней вот так вот поваляется, я им попользуюсь, когда я включаю автоповорот, он обратно не поворачивается. По крайней мере, если прошло несколько дней. Если в течение дня включил, выключил, включил, выключил, все работает. Или еще, например, вот так вот. Включил автоповорот, он не переворачивает. Зашел в Инстаграм, он перевернулся, потому что Инстаграм вертикальный. Вышел из него, все осталось вертикально, и обратно он тоже не переворачивается. Чтобы перевернуть его обратно, надо открыть ВКонтакте и какое-нибудь видео, чтобы он стал снова горизонтальным. Второе, что меня в нем дико просто бесит, это периодически отказывает сенсор. Он бывает подглючивает, а бывает просто пропадает. Реакция на касание. Проблема эта в каком-то, блядь, неконтакте. Я уже его разбирал. Вот здесь вот находится, и вот здесь, я не помню, шлиф сенсора. Если что-то под него подкладывать, прижимать, ни хрена не помогает. Он чистый. Коннектор тоже чистый. Просто бывает, что-то пропадает. Вот так вот пару раз долбанешь по нему, конечно, не сильно, не чтобы он разбился, а постучал, и оно работает. Тоже непонятно почему. Вот это у меня уже в течение двух с хуем лет. Так что Nexus'ы вроде и не лагают, летают все, и экраны заебись. Но вот тоже косяки есть. Мало памяти, с какого-то хрена LTE не находят. 16 гигов музыки не зальешь, на все остальное место не останется. Не самые хорошие камеры, хотя 13-й год было нормально бы. Но сейчас уже 16-й. Но заметьте, когда он там вышел, моему в октябре, что ли, я видел, 13-го, вот ему скоро будет 3 года, и он летает. На нем все идет, идут все игры, я смотрел обзоры. Единственное, что еще кто-то говорил, что он перегревается. Но, во-первых, я не играю. Во-вторых, у меня он чуть теплый всегда был, пока я им пользовался. Вот S4 у меня раскаляется. Вот этот Asus, кстати, у меня греется. Несколько раз даже доходило до того, что он нагреется так, что перезагружается. Этот у меня не раскалялся. Просто был чуть теплый. Даже когда я сегодня в жару гонял на максимальной яркости ВКонтакте, еще что-то там было через 3G. Вот, получается, я вам ничего толком не показал. А видео идет уже 23 минуты. Лосос, наверное, на этом можно закончить. Пишите ваше мнение в комментариях. Что вы думаете насчет моей покупки? Еще раз повторюсь. 6500. За 6500 я получил Nexus 5, который божественно работает, нормально держит батарею. Пара трещин. Ну, не пара, ну... Раз, два, три. Вот тут вот множество трещин. Ну, оно даже в область дисплея не входит и пальцем не ощущается. Ну, несколько сколов, да. Корпус в идеале. Флип-чехол. Но, которым я все-таки пользоваться не буду. Зарядник на 1 А. Самсунговский шнур, через который только зарядки с какого-то хрена очень маленький. Но это точно оригинальный шнур, потому что у меня сейчас S4 подключен к точно такому же. В общем, пишите свое мнение. Всем спасибо за просмотр. Кто не подписан, подписывайтесь. Смотрите другие видео. Всем удачи. Всем пока.